Приветствую на канале Техноарена, в этом выпуске я расскажу о лучших игровых смартфонах до 30 тысяч рублей в 2024 году. OnePlus 8, что по-английски может означать и карточного туза, и летчика аса, отличается достаточно мощной игровой начинкой и качественным амулет-дисплеем. С разрешением 1080 на 2412 и частотой до 120 Гц. Этот смартфон прилично вытягивает любые ресурсоемкие приложения и игры наподобие PUBG и Genshin Impact. Естественно, в самых требовательных три пола проектах на зашкаливающее значение FPS на максималках и ультрах рассчитывать не стоит. Временами придется искать компромиссы. В AC хоть и установлена специальная модификация процессора Diamond City 8100 Max, но это все-таки решение среднего уровня. Кстати, у этого же смартфона есть версия, кастомизированная под Genshin Impact. Но, во-первых, там стоит топовый Proz 8+, во-вторых, заточенный под популярную игрушку девайс обойдется раз в пять дороже. Стоит ли разница в несколько кадров в секунду сотню тысяч рублей? У OnePlus 8 есть еще несколько очень интересных особенностей. Уникальный обалденный дизайн раз, сверхбыстрая 150-ваттная зарядка два, от нуля до сотни батарея заряжается менее 20 минут. Пожалуй, хватит для начала. В любом случае, гаджет своих денег стоит, и его можно считать оптимальным по соотношению цены и качества. Зайди в описании под видео, там тебя ждут промокоды для выгодных покупок. А заодно и ссылки на смартфоны, которые ведут на лучшие предложения в надежных магазинах. На втором месте топа разместился смартфон Infinix Note 30 VIP. Стоит он чуть больше 30 тысяч рублей. Возможность у этого гаджета немного скромнее, чем у Ace с первой позиции. Собственно, потому ему и досталось второе место. Если ты ищешь полноценный игровой смартфон и успел разочароваться в Note 30 предыдущих версий до Pro включительно, есть хорошая новость. Модификация VIP – это совсем другой уровень, в том числе и в плане игр. У Note 30 VIP приличный экран с разрешением 1080 на 2400 и частотой до 120 Гц. На борту стоит довольно мощный прот сверхнесреднего уровня Dimensity 8050 с графикой Mali-G77. Железо этого смарта вытягивает топовые проекты хуже, чем Ace с первого места, но ненамного. В качестве некритичного недостатка укажу медленную беспроводную зарядку, но она хотя бы есть. Еще один небольшой минус – бесполезные 2-мегапиксельные затычки. Зачем их вообще ставить – не очень понятно. Среди плюсов отмечу невыпирающий блок камер, а в качестве преимущества перед флагманскими моделями – наличие слота под карту памяти и разъема 3,5 мм. Мелочь, а приятно. Не забудь подписаться на канал Техноарена, если интересуешься мобильными технологиями и гаджетами. Задавай вопросы и делись своими мыслями в комментах. Не забудь поставить лайк на это видео. На третьем месте в моем рейтинге оказался Honor 70. В магазинах его можно взять по цене в районе 30 тысяч рублей. Несколько месяцев назад этот гаджет назвали лучшим фотосмартфоном стоимостью до 40 тысяч. Во многом потому, что Honor стал первым телефоном с 54-мегапиксельной суперкамерой Sony IMX800. Но это не значит, что девайс годится только для съемки, в играх он себя тоже неплохо показывает. Так, в Modern Warships на ультрах третий участник моего топа без просадок вытягивает 60 и более FPS. В менее требовательных играх и ААА-проектах прошлых лет можно получить намного более впечатляющие результаты. Гаджет построен на базе неподдающегося троттлингу процессора Snapdragon 778G с графикой Adreno 642L. Для улучшения производительности в играх в чипсет интегрирована поддержка VRS. Эта технология рендеринга с переменной скоростью впервые была обкатана на практике в видюхах Nvidia на архитектуре Turing. Отдельное слово хочу сказать о встроенном накопителе, скорость передачи данных у него на флагманском уровне. Ты и сам это заметишь, если решишь динамически расширить оперативку на пару гигов. Да, чуть не забыл, у Honor 70 есть версии с одной и с двумя симками. Уточняй этот момент перед покупкой. На четвертую позицию топа я поместил Poco X5 Pro 5G. Этот смарт можно найти по цене от 28 тысяч рублей. Детище Xiaomi отличается 108 мегапиксельной основной камерой, высокой автономностью и хорошей производительностью для своего сегмента. И это неудивительно, ведь чипсет у Poco такой же, как у 70-ки с третьего места. Приходилось слышать авторитетное мнение, что инженеры Honor смогли выжать из системной логики от Qualcomm максимум возможного. Если это так, то пальму первенства им придется делить со спецами Xiaomi, поскольку производительность их смартфона в тестах и играх находится на том же уровне, что и у Honor 70. Плюс-минус попугайское крылышко. Подбирая гаджет для пятого места, мне снова пришлось немного выйти за рамки 30 тысяч. Правда, уже по другой причине, слишком мало в рассматриваемом сегменте смартфонов, которые можно назвать игровыми, пусть даже с натяжкой. В общем, на пятую позицию я запихнул Realme 11 Pro Plus с 8 гигами оперативки, динамически расширяемой до 24. Даже представить не могу, кому и зачем может понадобиться такое расширение. Модель 11 Pro Plus обойдется примерно в 33 тысячи рублей. Игровые возможности этого девайса достаточно скромные, поэтому сначала скажу пару слов о его основных негеймерских достоинствах. Надо же как-то со старта обосновать попадание гаджета в рейтинг. Итак, явные преимущества. Стекло с двойным армированием на дисплее, супербыстрая зарядка за 25-30 минут от 0 до 100% и 200-мегапиксельная основная камера. Впрочем, 200-мегапикселей лучше запишу на счет маркетологов Самсунга. Теперь, что касается игр. В Genshin Impact, что неудивительно, даже на средних настройках и с отключением всего и вся дотянуть до 30 фпс вряд ли получится. Лучше обстоит дело с PUBG, порубиться в королевскую битву можно и на максималках. Еще более высокий фпс будет в каком-нибудь Call of Duty. Здесь можно без фризов и лагов и 60 кадров в секунду получить. Шестое место топа досталось смартфону Redmi Note 12 Pro 5G стоимостью около 24 тысяч рублей. Этот гаджет отличается приличным экраном, быстрой зарядкой, наличием разъема 3,5 мм и достойным стереозвуком. К сожалению, по производительности в играх модель 12 Pro уступает всем предыдущим участникам рейтинга. Но есть и хорошая новость. Для работы мультимедиа, серфинга и для фотосъемки девайс достаточно хорош. В играх же придется довольствоваться либо старыми, либо нетребовательными проектами, либо искать компромиссы. Да, учти, что у Redmi Note 12 Pro есть версии без поддержки NFC. Если важен этот момент, не забудь уточнить технические характеристики перед покупкой. Ну и последнее, седьмое место досталось смартфону Galaxy A54 5G от Samsung. Стоит он порядка 31 тысячи рублей. Снова пришлось немного выйти за рамки, сори. Просто других вариантов уже и не осталось. Начну со страниц недавней истории. Представляя свой новый чипсет Exynos 1380, дядьки из Samsung обещали прирост общей производительности 20% и ускорение графики на 26%. Правда, есть парочка, но. Первое, рост и ускорение оказались не такими уж значительными. Второе, отсчитывались все эти жизнерадостные рекламные показатели по сравнению с откровенно тормозным Exynos 1280. Что имеем в итоге? А то, что в 2023 году Samsung пытается впарить потребителю продукт, сравнимый по производительности, разве что со Snapdragon образца первой половины 2021 года. Как результат, игровые возможности A54 пусть и достаточны для попадания в этот рейтинг, но ожидать от него чудес явно не стоит. Вот и подошел к концу очередной выпуск. Напомню, в описании тебя ждет промокод для выгодных покупок. И ссылки на все смартфоны из топа. Не забудь лайкнуть, если это видео тебя заинтересовало. Делись своим мнением в комментах, пиши, какие смартфоны тебе больше нравятся. Подпишись на канал Техноарена, если не хочешь пропустить интересные видео. Спасибо за просмотр, встретимся в новых выпусках.